Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и мы продолжаем наблюдать за посетителями и работниками закусочной одинокий стаканчик. Правда, здесь немного какие-то странные вещи творятся, пока необъяснимы и непонятны, и то сообщение по телевизору о жестоком убийстве, которое здесь произошло неделю назад, или, может быть, около того, и убийца встал просто и ушел, он был пьян. В общем, пока все непонятно, а мы продолжаем играть, мы продолжаем играть, продолжаем готовить. Вот так. Как раз Алекс и Лиза. Ну, это было прошлый раз, но ничего, еще раз посмотрим. Проходите, девчонки. Здравствуйте, можем мы чего-нибудь перекусить? Конечно. Присаживайтесь, я пойду, приду через секунду. Кто нам поможет? Мне нужно подумать, Лиза. Мне нужно подумать, и мне нужно, я не знаю почему, но вдруг снова я стал какой-то сильно чувствительный. Сейчас, секунду. Ну вот, вроде бы. Можно, можно теперь и приниматься за работу. Итак, подойти к девчонкам, наверно, да? Может быть. Что будете? Посмотрели меню? Она не голодна, а я возьму чизбургер и картошку. Чизбургер и картошку. Да? Алекс, мы зашли сюда, потому что нам нужен телефон. Молчи, Лиза. Телефон у входа, пользуйтесь на здоровье. Если вам он нужен, возьмите да позвоните. Нет, спасибо. Он нам не нужен. О, странные девочки. Чизбургер и картошка, да? Чизбургер и картошка? Чизбургер и картошка. Вроде бы, как бы, ничего сложного. Ничего сложного. Может быть, все-таки заглянем в рецепты? Итак, нам нужно... Ну, это мы уже готовили. А картошка. Картошка, картошка. Картошка. А, картошка вообще самое простое. Да? Самое простое, что может быть. После кофе. Так, убери рецепты, они мне не нужны. Я думаю, что это все должно быть здесь. В нашем маленьком холодильничке. Что такое? Итак, мясной фарш мы берем. Картофель, подожди. Не надо так быстро все делать. Картофельное фри тоже берем. Это то, что нам нужно. А вот это мороженое... Как-то вот мороженое почему-то никто не хочет. Я не пойму, почему. Почему никто не хочет мороженое? Так, булочка. И нам нужен сырок. Сырок, сырок, сырок. Может быть, он где-то внизу, да? Да, 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 да. И сырок. Ну все. Что такое? Ты не хочешь выходить? Почему? Подожди. А этого не было. Чердак это всегда таинственное место. Клифф? О, Нора. Посмотри, какой просторный чердак. Мы можем перенести сюда ящики. Но мы же вроде бы с тобой планировали переезжать, купить дом. Загородный даже может быть. А? Я тебя потеряла, Клифф. Там полно народу. Может быть, пойдем работать? Тебе нравится? Вот что у тебя с лицом? Что это за место? О чем ты? Это наш дом. Что у тебя с лицом? Тебе нехорошо, Клифф? Но ведь так и не купили этот дом. Ты больше не хочешь быть рядом со мной? Я тебя пугаю? Нет, меня пугает это место. Только здесь мы можем быть вместе, любимая. Клифф? Клифф? Клиффчик? Что же все-таки происходит, да? У Клиффа с лицом я вот еще в прошлый раз подумал. Может, ну просто, может быть, травма. Кто его знает? Ожог какой-то. Ну или что там уж получилось, я не знаю. Но может быть, это все что-то совсем другое. И он говорит, что у Нуры тоже что-то с лицом. М-да. Я не знаю, жарко здесь. Пойдем, наверное, отсюда. Клиффов снова нет. Я не знаю, куда он снова запропастился, но и ладно. Итак, мясо. Давай и булки тоже сюда сразу же. Вот. Давай, чтобы пока не подгорело, а то сейчас все сгорит. Все, это готово. Это можно забрать. Это еще пускай доходит. Где наша вот эта вот штука-фридюрница? Как ее? Вот так. Все просто, все просто. Масло нужно доливать? А, здесь все уже подкипает. Так, все. Надеюсь, котлетка не сгорела. Больше мне ничего не нужно. Это можно забрать, да? Вылавливай. Нет, не могу. А, не могу. Хорошо. Ну, раз пока не могу, возьму тарелку. Тоже не могу. Куда я могу чего-то... Блин. Слушайте. У меня руки заняты. У меня нет... Может, кто-нибудь подержит что-нибудь, а? Я тарелку не могу взять. А мне же надо это все. Мне... Куда мне можно убрать? Вот просто поставить. Нет такой возможности. Ну, подержи. Эдди. Ладно. Я... Закрой. Если... Если... Ну, может быть, я не знаю. Я не вижу возможности. Тогда я пока... Пока картофель фри на место поставлю. Что ж... Что ж... Не хватает просто рук. Не хватает рук. Секунду, девчонки. Секунду уже осталось. Совсем чуть-чуть. Здесь все уже закипает. Здесь все уже подходит. В принципе-то. Ложки чистые. Тарелочки чистые. Не беспокойтесь. Все помыто. Где тут? Вот так. Вот так. Вот. Ну, можно и так. Можно, наверное, и так. А картошечку? Порция. Порция такая. Штучек 8-9. Ну, держите. А картошку? Что здесь делают две молодые леди вроде вас? Я, честно, не знаю, как мы сюда очутились. Мы ушли с вечеринки, затем ехали много часов. Если вкратце, то ночка. Так себе. Нам бы перекусить и поедем домой. Да, Лиза? Алекс? Она устала больше, чем я. Что ты сказала, Лиза? Простите, можно мне еще один кофе? Тебе не кажется, что, ну, так много кофе может тебе будоражить? Мэнди. Он мне нужен, чтобы сохранять бдительность. Я должен быть на чеку. Ради всех нас. А еще я должен объяснить, почему буря, о которой говорили по телевизору, это очень плохая новость. Мэнди. Ну, хочет человек и хочет кофе. Ну, чего ты? Поговори с Хэнком. Кофе, 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 кофе. 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 Кофе, 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 кофе. А, нужно принять заказ, конечно. Может быть, мы вот так и вот. Какая буря? О чем говорит этот чудик в шапочке из фольги? Судя по всему, надвигается большая буря. Дождь в сухой сезон, а это бред. Хорошо, что я починил крышу сарая. А у вас есть животное? Да, да. Я работаю на ферме отца с самого детства, молодой человек. В вашем возрасте это должно быть утомительно. Ммм. Волосы мне это совсем не нравилось. Я витал в облаках, как и ты. Я мечтал об ногам. Но мои родители были старой закалки, особенно отец. Сегодня ферма скрашивает мои дни и наполняет мои карманы, между прочим. Я могу себе позволить здесь, в кафешке, проводить много времени. Да, молодой человек. Трудолюбие достойно восхищения. Мир был бы лучше, если бы все хоть немного похожи на Фэнка. Он трудяга. Может, я и осталась прежнего ума и сил, но я прожил здесь всю жизнь. Я стар. Ферма – это все, что у меня осталось. Я стольким пожертвовал ради нее. Но эта кража была для меня ударом под дых просто. Кто здесь? Кто здесь? Вот сейчас мы и посмотрим, как это все было. Мои коровки. Я точно что-то слышал, девочки, что случилось. Тише, тише, девчонки. Тише. Тише, тише. Ах! Фэнк, иди сюда, мой мальчик. Для тебя есть работенка. Поможешь мамочке подоить комочку? Как в прошлый раз. Вот это дергать опять за вот эти вот весельки, да? Ну я же... У меня ручки маленькие. Смотри, да какая большая, мама. Ну что это такое? Ну ладно, помогу маме, конечно. А ты что? Это комочка, а это кто? Комочка. Такое название? Прямо такое, как я сейчас в чем нахожусь, наверное, в комочке. Куда мне садиться? За что дергать? Не бойся. Не бойся, она не кусается. Ну, давай. Подоить слева, подоить справа. Тогда у нас было гораздо больше животных. И забота о них всегда была моей любимой работой. Должно быть, ребенку классно иметь столько животных вокруг. Они причина, по которой я все еще этим занимаюсь. И ничего сложного. И ничего сложного, в принципе. А можно не по очереди, а все время одну дергать? А? Можно? Можно и так. Ну, лучше, наверное, по очереди. Молодец, мальчик мой. Целое ведро. Из этого всего молока получится отличная головка сыра. Это было так давно. Вначале все было отлично. Но, к сожалению, этого очень быстро изменилось. А что такое? Ты больше не будешь шляпся со своими никчемными друзьями. Я запрещаю тебе. Но скучно тебе не будет. Я позабочусь об этом. Здесь куча работы. Мы с твоей мамой не можем горбатиться здесь целый день. Однажды это место придет к тебе. Ты ведь это понимаешь? Ну, что мне делать? Да, работа на ферме. Жизнь на ферме, она такая. Так, осторожней. Мне куда сено положить? Отец. Отец мой родной. Скажи, пожалуйста, куда мне сено? Швардать. Отойди осторожней. Вот сюда. Зорики? Или как ее зовут? Мне что, весь этот сток нужно переносить? А? Я больше не собираюсь кормить бездельника. Мы с мамой не можем содержать твою ленивую задницу вечно. Ой. Как моя мама с таким человеком живет, а? Ленивая задница. Ничего себе. Эта ленивая задница делает сейчас всю работу за тебя. Смотри, какой ты медленный, неуклюжий. Ты точно мой сын. Вот не зря ты так сказал. Зря. Зря. Это я... Дело в том, что я это запомню. Про ленивую задницу еще можешь. Молчишь, да? Притворяешься, слушай, текущие райские. Да за что? Твоя мама всегда была с тобой слишком мягка. Теперь ты целыми днями будешь работать со мной, чтобы я мог научить тебя жизни. Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо? Наверное... Наверное, никогда. В конце концов, я так и сделал. Теперь посмотри на меня, папа. Посмотри. Старый, одинокий и уставший. Только не корова. Коровы на месте. Нет, одну все-таки. Белла! Белла, где ты? Белла! Слушай, ну это целая дыра. О, черт. Нет, что-то тут не то. Что-то тут не то. Что-то тут не то. Молоко стоит. Зорька, ты Беллу не видела, а? Или ты не Зорька? Ох, веревка не могу пройти. Может, вилы взять на всякий случай? Шляпа моя. Или не моя. Направо, налево. Позвать корову? Белла! Белла! Мычит, родненькая, мычит. Куда же ты? Откуда ты мычишь, Белла? Справа или слева? Хэнк, что случилось? Ты должен был заботиться о них. Я больше не могу. Я так устал. Я уже сто лет почти. Белла! Мне кажется, она дальше мычит. Что это? Что это? Рано или поздно я найду тебя, чертов застрадец. Ты ружу все хоть взял. Вот это вот что? Нельзя, это следы просто. Ну, тут понятно, что это не может быть правдой, да? Такое ощущение, что я возвращаюсь назад. Белла! Белла! Ну, где ты, Белла? Белла! Белла! Мне кажется, Беллы там нет. Белла! Стой! Помогите, люди! Кто-нибудь! Я заблудился! Слушай, ну я прыгну, это вниз будет. Я могу прыгать? Слушай, ну я не знаю, давай я пойду. Подожди, ну вот сюда я пошел, я пришел наверх, и там ничего нет. Но если я сюда иду, то Белла не откликалась. Ну да, наверное, сюда и нужно было идти. Белла! 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 Так где же ты? Ну, хотя бы рогами она его долбал. Я был как будто в клетке. Столько лет родители со мной. Я не мог уйти, у меня не было ни денег, ни друзей. Я всегда чувствовал тяжесть ответственности, которую они на меня возложили. Ты был в лабиринте. Ты бродил по кругу, Хэнк. Белла! Так где же ты, черт? Вернись к папочке. Папа тебя любит. Какой позор, Хэнк. Они грабят тебя, как ни в чем не бывало. Я всегда выполнял твои просьбы, но тебе вечно было этого недостаточно. Пойдем налево. И вообще не надо забираться во мне в голову. Не надо со мной разговаривать, папа. Не знаю, куда пойдем. Ну, пойдем сюда. Мне кажется, все равно это ни к чему не... Хе-хе. Не знаю. Белла! 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 Вот твоя корова. Давай, подойди и забери ее. Я не могу. Не могу. Ты облажался, мальчишка. Перестань бездельничать и принимайся за работу. Я не могу, не могу. Я чертовски устал от всего этого. Я просто хочу немного отдохнуть. Папа? А что мне делать? А мне нужно уходить. Не надо, не трогай. Не надо, папа. Почему ты уходишь от своих обязанностей? Сын, вернись. Я ухожу от своих обязанностей. Куда нужно только уходить? Куда нужно уходить? Куда нужно уходить? Я не почуваю. Да не хочу я, камбэк. Я не пойму, что мне нужно делать. Просто добежать? Я другого выхода не вижу. Я другого выхода не вижу. Значит, нужно просто быстрей. Просто быстрей. Просто быстрей. Обернулись и пошли сразу. Ну, ну. Хотя бы был какой-то поворот. Я не знаю, куда мне идти. Ну, что мне делать? Наконец-то увидел, как взаимодействовать. Где это место? Отстань, не тяни. Застрял, да? Ну и гаджеты. Не оставляешь меня в покое. Может быть, ты был прав с самого начала, пап. Не надо соглашаться, Хэнк. И посмотрите на меня сейчас на старости лет. У меня в голове все еще звучит слова моего отца. Такая кража привела бы его в ярость. Ты не должен так думать. Ведь твой отец был чудовищем. Правильно, Нора. Это были другие времена. Я не часто рассказываю эту историю. Лучше мне выпить. Пивка? Снова еще, да? Хэнк? А, ты прям уже по-серьезному? Ну ладно. Давай. Если надо расслабиться, тебе я чего? Налью. Самого у нас... Выдержанного. Ну что, легче стало? Так, и еще. И еще у нас... Погода ухудшается. Ты в порядке, милая? Я витаю в облаках. Знаете, я кое с кем встречаюсь. Это здорово, Мэнди. Ты встречаешься? Да, все немножко сложно. Мы познакомились во время съемок. Он работал над созданием декорации. Надеюсь, я поступаю правильно, ведь я решила переехать сюда из-за него. Это объясняет твой частый визит. Этот парень точно особенный, раз ты ради него переехала. Аликс, мы не можем здесь оставаться. Неужели ты не понимаешь? О, эти молочные коктейли... Сделайте мне один. Подождите, ребят. Давайте в очередь. Мне нужно тут тоже навести порядок же, убраться. Что тут? Молочные коктейли? Молочные коктейли, молочные коктейли. А у нас такой есть? Молочные коктейли. Нужно молоко. Нужно молоко и еще. Еще что-то. Молоко, еще что-то. Ну, подожди, я... Ну, стакан, наверное, мне нужно его сполоснуть. Катя не спросила Хэнка, может быть, он еще бы захотел? Ну, надо помыть все. И поставить его на место. Чтоб он... Да не надо мне... Давай, три стакана. Ничего себе. На троих будем. Давай все назад. Давай все назад. Все назад. Это тоже назад. И бутылочку мы тоже поставим. Виски. Вот так. Порядочек навели. Так, 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 так. Молоко, говоришь, да? Тебе и коктейль. Ух ты ж. Где у нас молочко? Молоко. Вот оно у нас. Еще какая-то штука была. На что это похоже? Не пойми на что. А? Бекон, сыр. Такую штуку не видел. Мороженое. Потому что это мороженое. Ну, конечно. Конечно. Это шарик мороженого был. Вот это что было. А я думаю, что такое за... Ха-ха. Кора грецкого ореха какая-то. Давно что-то я молочного коктейля не пил. Так, 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 так. Еще люди. Еще люди. Привет всем. Погода взбесилась. Своего носа не видать. Здравствуйте, ребята. Рэйчел, ты взяла одеяльце Сары из машины? Ох. Смотри как. Ой-ой-ой. Ох, только не снова. Да, Билл, я все взяла с собой. Что ж, мне пора идти. С ума вы сошли? На улице льет, как из ведра. Выезжать на дорогу в такую погоду не лучшая идея. Да нет, я действительно думаю, что мне пора. Мэнди, мы здесь застряли, по крайней мере, ненадолго. Оф. Что случилось? Что случилось? Лиза, обратного пути нет. Так, ладно. Мне нужно работать, девчонки. Давайте, что туда. Без разницы, что первое, что второе. Я думаю, давай молоко. Мороженое вот так. Все, крышечка и все. Взмешали, взмешали все. Так, а для коктейлей, где у нас стаканчик для коктейлей? Для коктейлей у нас же стаканчик должен быть? Или это? В такой подойдет тоже, да? В такой подойдет, да? Стаканчик тоже. Я думаю, да? Они универсальные. А, я же не выписал, не выписала. Ну ладно. Вот так, со сливками. Здорово. Так, так, так. Ну что? Вкусно ты хоть скажи. А? Наверное, вкусно. Просто не оторвать его. Я это все поставлю, чтобы место у меня в инвентаре ничего не занимало. Так, мне это не надо. Ты за виски, да? За виски. Все понятно. Угу. Ну, сегодня прям дождь на нашей стороне. Смотри, у нас посетители просто все места заняты. И сидячие, и стоячие. Так, мороженое. Где у меня было мороженое? Нет, мне не мороженое. Мороженое-то... Хочется мороженого просто. Мне молоко... Да закрой, это не надо. Попозже мы мороженое возьмем. Давай молоко назад поставим просто и все. Вот. Вот так. Так, ну что? Все? Все. Ну, помыть. Еще бы в окно посмотреть. Вот не хватает. Хочется поднять голову, посмотреть, что там. Что там? А что там? Дождь ни черта не видно. Опять я за стакана взялась, а? Назад. Все. Все сложили. А это что у нас тут? Вот это вот что? Это такое у нас? Ааа. Нет, я думаю в коробочке. В коробочке вот. Или это тоже стаканы. Просто еще дело до них не доходило. Хорошо. Ага. Все в кассу. Так, ну что ж. Наверное, принять заказ вам. Что-нибудь, наверное, кофе, да? Согреться. Или вы просто... Или вы просто согреться без кофе, да? Что там, малышки? А, девчонки, 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 девчонки. Простите, леди, что-то не так? Нет. 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 Все хорошо. У нас... Ей парень изменил, поэтому она грустит. Ну, это мне как бы, знаете... Алекс? Мы не хотим беспокоить женщин, верно? Простите. Посмотрите на это с другой стороны. Хорошо, что узнали сейчас. Да? У нас вся жизнь впереди. Видишь? Тебе не нужно так себя изводить. Ага. Все, да? Все. А, у вас что-то... Заказ... Ну что, я постоянно пытаюсь побежать, а на шифт у нас рецепты. Я тарелочку помою. Зачем-то это сделаю? Вот одну оставим с собой, пускай будет. Ну, чего ты не грусти? Закажи что-нибудь еще, посидите. Здесь кто-нибудь ранен? Нет. Все в порядке. А что? Что такое? На улице белая машина. В очень плохом состоянии. Побоялся, что произошла авария. Это наше, но там ничего серьезного. О, благослови вас, господи, девчонки. Что случилось? Мы сбили животное. А какое именно? Мы не рассмотрели или не стали останавливаться. Был такой сильный дождь, мы просто поехали дальше. Почему вы были такие неосторожны? Вы, молодежь, никогда не думаете о последствиях. Может, это коровка моя. Это был несчастный случай, мы ведь не специальны. Это могло случиться с каждым. Это животное появилось из ниоткуда. Мы даже и не на тормоз не успели нажать. Занять в сторону девушек. А как? Но это случайно. Это и с тобой могло случиться, Хэнк. Не нужно их винить. Да. Мы всегда осторожны на дороге. Просто сегодня не повезло. Вы хотели позвонить кому-то и попросить о помощи? Да, но машина на ходу. Там пара царапин. Мы сможем выбраться домой. Ну что ж, тогда оставим все как есть. Никто не пострадал, это главное. Раз мы уже здесь, закажу что-нибудь. Ну, закажи что-нибудь. А откуда вы прибыли? О, мы делали покупки для малышки, закупаем все. Мы живем не очень далеко, но решили, что лучше пережить эту бурю. Мы здесь часто проезжаем, но никогда не замечали закусочную. Вы недавно открылись? Да нет, это заведение очень старое. Вы, наверное, никогда не обращали внимания. Как это так не могли? Я тоже сюда захожу все время, время от времени. Ооо. Вы не замечали ничего особенного на дороге? Да нет, не думаю. Что ж, в следующий раз, когда кто-нибудь задаст вам этот вопрос, вы можете рассказать о встрече с этим чудиком. Что это за шапочка? Долгая история. Да, она очень долгая. И лучше мне ее все-таки рассказать до конца. У тебя полно времени, похоже, эта буря не собирается утихать в ближайшее время. Прошу, не подыгрывайте ему. Я ошибаюсь или где-то я вас уже видела? Ха. Уже начинает узнавать. Меня? Да, точно. Вы не снимались в фильме? Как же его... Порочные сны? Да, точно. Я думала, что никто его не смотрел. Трудно забыть такую красотку. На. Так, ребятки, вы заказали, да? Что там я вам выписала? Яичница с беконом, получается, да? Еще что-то не вижу. Что там? Картошка? Картошечку, да? И пиво. Пиво, да? Это уже за рулем, или нет? Или кто за рулем? Или никто уже не за рулем? Так. Это все хорошо. Но, блин, мне столько нужно... Все-таки тарелку я, наверное, сейчас пока... А может, я ее сюда поставлю? Вот. Я сюда ее поставлю и побегу. Чего? Готовить. Побегу готовить. Целый заказище. Целый заказище. Итак, мне нужно... Что? Картофельное фри взять. Мясной фарш. Ну, мясной фарш мне, наверное, не нужен. Бекон. Яйцо. Яйцо. Знаешь, что? Возьму пиво сразу же. Пиво возьму. Просто пиво сразу ему отдам. Пускай. Пока ждет заказ. Попьет пивко. Может, еще что закажет. На, держи. Все. Удовлетворился. Удовлетворился. Это точно картофельное. Вот я бы пересмотрел. Картошка фри или не картошка? Сейчас нажарю, потом самой есть. Ну, ладно. Может, кто-нибудь закажет. И так, мне нужна сковородная. Включили. Блины! Не надо делать блины! Это все на другой готовится. Черт. Ребят, блинчиков никто и хочет. Хэнк! Ну, давай. За маму, за папу. А? Блинчики. Хорошие. Ну, что мне теперь с ними делать? Не выбрасывать же? Вкусные блины. Так, ребятки, ребятки. Приготовить. Отлично. Пойду. Так, вот, пожалуйста. Вроде бы все оно, да? Вроде бы все оно. Сейчас еще вот этого возьмем. Картошечки свежие. Картошечки маловато у нас. Надо Клифа послать, наверное. Где он? Ша стоит. Зачем мне рецепты? Я уже наизусть знаю все рецепты. Кушайте вот. Все. Хотьте здоровы. Ох, только этого не хватало. Я проверю счетчик. Скоро электричество включится. Скоро включится, ребят. Подождите. Ничего не переживайте. Так, мне нужно одно. Я не могу взаимодействовать с блинами. Но надо же. Надо же. Надо же. Сгорят. Сгорят, сгорят. А где у меня счетчик? Здесь, наверное. Ой-ой-ой. Оставь меня в покое. Я даже боюсь открывать эту дверь. Я хочу еще. Вот оно что. Что-то как-то не весело совсем. Что мы тебе сделали? Мне просто нужно немного тишины. Ты все разрушен. Верно. Так я и сделала. Но ты продолжаешь бредить. Это бередите ту рану. Почему ты сделал это со мной? Черт. Иногда дерьмо просто случается. И от этого сознание лучше тебе не станет. Это может показаться простым способом. Правда? Нора, ты в порядке? Что-то побледнело. Все хорошо. Мне показалось... Ничего. Все в порядке. Свет вернулся. Я говорил вам, эта погода странная. Готовьтесь к худшему. Они идут. О, точно. И как раз нам что-то рассказывал. Что произошло тогда и что было дальше? Девушки отдыхают. Сигнал, наверное. Сигнал. Они летят. Они уже здесь. Они среди нас. Девушки отдыхают. Они будут проводить над нами опыты. Боже мой, я так именно и представлял инопланетян. Точно. Это они и есть. Молодец. Идите нахер. Убри, чудовище. Убри, чудовище. Мы спасем весь мир. Почему они не остановили тебя, как только ты очнулся? Я застал их врасплох. Сразу понял, что они не собираются. Они хотели усыпить беда для каких-то мерзких экспериментов. Идопланетяне атакуют, даст. Я спасу Зелену. Я спасу землю. Да, правда, мне никто не поверит. Но это неважно. Это неважно. Это неважно. Главное, что я остановлю это все. Вторжение. А потом... Я их уничтожил. Сложно сказать, скольких я убил. Они перли со всех сторон. Просто напирали. Просто напирали. Со всех сторон. Может, нам сюда нужно? Вот. Вот где твоя корова. Вот где корова. Вот она где. Стой. Умник. Они захватили все. Хэнк, я нашел ее. Боже мой, они напирают. Они не останавливаются. Вы похитили не того человека, придурки. Да, не с тем связались. Не с тем вы связались. Слушай, мне надо что-то делать. Их так просто не остановить. Нужно, наверное, брать какой-то хитростью. Я уж не знаю. Может быть, уничтожить этот центр какой-то? Нет? Нет? Мне нужно было как-то остановить корабль. И как ты это сделал? У них было что-то вроде главного компьютера со множеством цветных кнопок. Я нажал их на них все. Сейчас, сейчас мы выманим их. Выманим. Меня навсегда запомнят героям. Пойдем отключать сверхкомпьютер. Подождите. Нажми на все кнопки. Ну? Да нажми на все кнопки. Мне нужно нажать просто на все кнопки. Так, ребятки, все за мной. Все за мной. Все за мной. Я защищу людей и мамочку. Мамочка, я спасу тебя. Что-то там подтыкивают немножко. Подтыкивают. Да как? Откуда ты здесь? Да не надо стрелять. Нужно нажимать на кнопки все. Мамочки мои. Давай уходим, 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 ребята. За мной. За мной, за мной, за мной. Сколько здесь уже инопланетян полегло. Я все еще не перестаю надеяться. В атаку. Сколько еще кнопок нажать? Ну, нажимай просто. Кто-то здесь тыкает меня. Ну, сейчас я остановлю вас, вражеский корабль. И вот, кто-то здесь. Корабль начал падать. Я не помню, что случилось потом. Наверное, меня вырубило. Я очнулся в пустыне, и корабля нигде не было видно. Это все правительство. Все правительство. Должно быть, ты торчишь на чем-то очень хорошем. Я не верю ни одному твоему слову, бальчушка. Я как-то видела передачу о таких похищениях. Рэйчел, да ладно, ему не так просто. Пусть думает, что хочет. Кажется, не только у него здесь есть проблемы. Но я ведь герой. Почему вы мне никто не верите? Вы... Но я тебе верю. Эдди, я тебе верю. Ха-ха. Так все и было. Эдди герой. Пускай будет герой. Он хочет быть героем. Ничего плохого нет. Эдди, забудь о словах других. Они просто зануды. Главное, что ты счастлив. Я действительно счастлив. Приятно наконец-то быть полезным. Главное, чтобы он вреда никому не делал. Главное, главное, чтобы он никому не наделал вреда. Но что будет потом, я все-таки, наверное, выясню потом. Я на этом остановлюсь. Скажу спасибо, что смотрели. И пока. Ой. Жуткие все-таки здесь какие-то вещи произошли. Ну ладно. До новых встреч. Пока.